привет друзья сегодня предлагаю вам познакомиться с такой штукой как автоклав для чего нужен и с обязательно расскажу но в двух словах это агрегат благодаря которому можно делать дома вкуснейшие полезнейшие закрутки абсолютно не напрягаюсь чуть чуть дальше расскажу вам про технические характеристики чего состоит и как с ним правильно работать банки укладываются на эту подставочку равномерно можно в несколько ярусов количество банок может быть до 100 штук пол-литровых в зависимости от типа вашего автоклава еще что приятно что разрешается консервировать любое количество банок вплоть до одной штуки после того как загрузили банки в автоклав заполнили его водой ставим сверху фиксирующую крышку затягиваем ее гайками затягиваем ее поочередно крест-накрест потому что во время затягивания не допускается перекос чтобы было герметично после того как мы установили крышку автоклава автомобильным насосом или компрессором вот сюда подается воздух ждем пока манометр покажет одну атмосферу после чего кран перекрывается и осматриваем визуально и на слух нет ли утечки или все герметично дальнейшее ваше действие зависит от того от чего автоклав будет нагреваться если это будет газ то мы устанавливаем термометр специальное гнездо до него в нашем же случае офтоклав электрический это значит что мы можем воспользоваться терморегулятором вставляем датчик в это же гнездо и потом во время начала готовки мы сможем установить желательное время и температуру приготовления друзья ну а дальше все очень просто подключаем автоклав терморегулятор и только после того как терморегулятор мы включили в розеточку мы устанавливаем таймер и желательную температуру готовки что ещё классного первых загорится лампочка нагрева. Во-вторых, только после того, как автоклав наберет нужную температуру, таймер начнет обратный отчет. А после того, как отчет будет закончен и покажет ноль, терморегулятор сам отключит автоклав от электросети. В комплектации каждого автоклава есть инструкция, сборник рецептов для консервирования и гарантийный талон. После окончания готовки автоклаву нужно дать остыть естественным способом или с помощью холодной воды до температуры не выше, чем 30 градусов. После того, как ваши консервации готовы, с автоклава нужно слить воду, протереть все клапана, промыть и хорошенько высушить. Также можно ухаживать за автоклавом с наружной стороны, протерев его сухой тряпкой. И помните, чем больше любви вы проявите к автоклаву, тем вкуснее будут ваши блюда. Субтитры создавал DimaTorzok